Так начинается большинство дней Эдуарда Никитовича. От дома до здания сельской администрации со знанием дела. Профессиональный водитель награжден знаком за работу без аварии первой степени. Ему 82, из них 60. Эдуард Мавян живет в Анапском районе. В 1944 году его семью депортировали из только что освобожденного от немцам Крыма. При том, что пять мужчин из его семьи воевали, трое не вернулись. Он оказался на Урале, в городе Сухой Лог Свердловской области. Гнилую картошку весной, когда пахали вороны, червей, а мы эту гнилую картошку возьмешь, пронесешь, муки нет, ничего. Вот так вот слепишь и на печку. И она в шанге назывались там. Рассказывает, как местные сначала посматривали искоса, потом даже зауважали. Депортированные семьи приспособились выращивать в достаточно суровом климате кабачки и дыни. В 15 лет Эдуард Никитович пошел работать на цементный завод, потом на три года ушел в армию, где его не только никто не попрекал с ссылкой, но даже приняли в Комсомол. Я зла ни на кого не держал и по сей день не держу. Вот поверьте, прямо я такой человек. Главный жизненный принцип – делать добро. Только добро. Творить добро он приходит сюда, в кабинет Совета ветеранов, который находится в местной администрации. Сюда приходят на прием не только ветераны, но и труженики тыла, просто пенсионеры. Вопросы самые разные – личные, бытовые. Большинство удается решать при поддержке администрации и депутатов. Среди них Светлана Хижняк. Она считает, что Эдуард Мавян достоин, чтобы о нем написали книгу. Обязательный, ответственный, творческий, инициативный. Как наставник, как старший товарищ, который дает хорошие идеи, мы их пытаемся в дальнейшем в общем как-то обработать, и в итоге получается хорошее дело. То есть это тот двигатель, который непосредственно где-то начинает свое движение, и за которым потом идет такая большая волна, и в итоге все получается. Одна из таких идей – этот монумент детям войны и труженикам тыла в Станичном парке. Высокий камень символизирует крепость и силу народного духа, а плоский – чашу со слезами. Нельзя забывать людей труда. Людей, которые делали много для фронта. Фронт бы не выжил, если бы не эти люди, участники, как говорится, трудового народа. Они голодные, холодные, понимаете, они все для фронта делали. Эдуард Никитович узнал, что такой монумент есть в Денском районе. Снарядили экспедицию из пяти человек. Общественник Овик Маргарян отвез на своей машине, а затем и помог реализовать проект. Самое интересное, что он спокойно скажет ту свою мысль, которая всегда идет прямо в точку. И, естественно, отказать такому человеку невозможно. Это все делается для блага станицы, для общего. И всем от этих последствий, скажем, его мыслей, всем становится хорошо. За большими делами не забываются малые, но не менее важные. Вот открытки для именинников. А скоро сюда придут станичники с самыми разными вопросами. Продолжение следует...